Слава Богу, прекрасно здесь быть, и я знаю, что церковь ваша много говорит о ученичестве, о великом послании, поручении, о том, что Господь должен использовать нас, чтобы распространить Царство Божие. Иногда мы не пользуем слово «Царство Божие» так часто, но реальность в том, что есть церковь и есть царство, и Бог хочет больше людей из мира, чтобы они стали частью того, что Он делает. И как мы распространяем Царство Божие, это достигать других в мире, которые не имеют отношения с Богом, и вводить их в близкое отношение с Ним. Иногда нам нравится видеть и слышать людей, мы слыхали, и называем людей как евангелисты. У меня есть несколько слайдов. У нас есть? Вот. Да. Вот. Каждый верующий евангелист. Иногда, когда мы слышим слово «евангелист», у нас какой-то стереотип в разуме, что такое евангелист и как он выглядит. Иногда мы думаем о ком-то, кто такой огненный проповедник, который имеет все дары Духа, у него капает с пальцев, и он проповедует перед народами и приводит группы людей к Господу. Мы думаем о именах, как Билли Грэм или Рейнхард Бонки, у которых миллион людей. О, вот это прекрасный евангелизм. Реальность в том, что если вы изучите таких евангелистов, которые прекрасны, у них особый дар, и это прекрасно. И у них евангелизация, и эти организации, и они ездят по всему миру. Но правда в том, что Билли Грэм говорил об этом в своей жизни. Говорил, что может быть только 5 или 7 процентов, которые выходили на этих Круссейдах, а только остались с Господом. И некоторые даже говорят, может быть только 2 процента, которые остаются верными Господу. Почему? Потому что часто люди, которые отвечают Господу на этой Круссейде, они отвечают по эмоции. Они делают эмоциональное решение, но нет глубины в этом решении, нет настоящего покаяния. Это как будто давление от друзей. Двери открыты, все выходят. Я был частью Круссейда Билли Грэма, одного из того, что они говорят тебе. Это когда ты приводишь друга, который должен спастись. Когда делают призыв, ты выходи с ним. Поэтому у тебя огромная группа людей, которые идут и всех засасывают. Но что случилось? Ты заполнил карточку. Это что, у тебя действительно будет переживание с Господом? Ты будешь переживать как то, что пережили в 2 главе Деяния, где люди покаялись, крестились, получили дух, и они отделили себя от мира и начали новое хождение с Богом. Часто мы видим, люди рождаются в царство, они рождаются в царство постепенно. Они приходят в церковь, может быть, годами до того, как они действительно посветят свою жизнь Господу. И часть, почему я не думаю, что массовый евангелизм — это ответ, потому что евангелизм — это соотношениями. И когда вы посмотрите на учеников, и это, знаете, друг шел за другом, или рабочий шел за рабочим, вот так происходило. И это больше органично. Это происходит, естественно, когда мы живем в своей жизни в Иисусе. Иногда, когда мы думаем о евангелисте, мы думаем о таком смелом, громким человеком, человек, который, может быть, даже странно одевается, или имеет странный волос. И мы думаем, ну это не я, я не могу быть таким, поэтому давай оставим это им, а мы будем работать здесь. И, естественно, есть люди, которые призваны к такой публичной служению, когда мы говорим о евангелизации. Надо молиться, чтобы Бог исцелил мои глаза, потому что, я, кажется, очки свои забыл. О, слава Иисусу! Не то, что мне надо читать, я уже все это запомнил, но оно в моем разуме, но иногда не в том же порядке, как на бумаге. И, может быть, не слайды. Мы думаем, я не к этому призван, но реальность в том, что каждый из нас, мы призваны быть евангелистом, или хотя бы призваны быть евангелизировать. И об этом я хочу поговорить, что каждый верующий призван быть евангелистом. Одно из доказательств, это потому что мы говорим, «О, это не мой дар, я пою». «О, да, прекрасно, я не пою». «О, я делаю это, я ущер». Это прекрасно. Это то, что мы. Первый вопрос, который я имел сегодня, это «Что такое евангелист?». Когда мы посмотрим на словарь, хотя мы не пользуем уже словарь, но посмотрите на Google, по крайней мере. Мы раньше использовали словари, и там, это были книги, и там были страницы, и люди открывали и читали. Кто-нибудь видал когда-нибудь словарь? Прекрасно, мы в правильной группе. Но когда вы прочитаете словарь, он дает тебе перевод. И как первое, то, что используется, самое главное, в английском языке. Второе, это как это используется дальше. И я посмотрел на евангелиста, и это может быть любой из четырех писателей Евангелия. Матфей, Марк, Лука. Кто у вас здесь евангелист? Кто-то здесь есть Матфей? Марк? Есть Марк? Лука? И Анна? Я думаю, здесь есть Джон. Он один. Хорошо, он евангелист, а никто остальных нет. Потому что мы не подходим к этому описанию. Еще написано, тот, кто практикует евангелизацию, как протестант, миссионер, и другой говорит, ну, это тоже не я. И третье написано, что тот, кто делает большие служения в разных городах, иногда даже по телевизору. Ну, люди говорят, и я не такой, у меня нет телевизионной программы, то есть я не евангелист. Но это английское описание или перевод, то, что такое евангелист. Но кто знает, что мы не с этим согласны, а мы согласны с тем, что Бог видит как евангелист. То, что Библия говорит нам. Давайте посмотрим на библейский перевод евангелиста. Евангелист в Библии — это просто посланник хорошей новости. Нам надо сегодня хорошая новость. Не правда ли? У нас очень много плохой новости. Кто решил уже, чтобы новости выключить, я не хочу больше это смотреть. Потому что многие раньше смотрели новости в 11 часов, и потом не знали, почему они не могут спать. Постоянно переживали о том, что происходит следующее. Иногда лучше прочитать несколько стихов Библии до того, как ты уснешь, и твой разум будет иметь лучший сон. Потому что есть там хорошая новость в той книге. Евангелист — это кто-то, кто приносит добрую весть. Евангелист — это тот, кто объявляет хорошую новость. Тот бес вышел. Хочу, чтобы вы знали, и больше не вернется. Я это вижу. Лука дал описание того, что такое служение Евангелиста, когда это сходится к Иисусу. Иисус был апостол, и пророк, и евангелист, и пастор, и учитель. Иисус был все это. Он был полное тело Христа. Кто это знает? Все служение вы можете найти в Иисусе. Но часть призвания Иисуса — это быть евангелистом или евангелизировать. И когда Иисус ходил в синагог, открывал книгу и начал читать, это была норма, чтобы люди это делали в синагоге. Многие церкви до сих пор не читают Библию, но некоторые читают. Я знаю, что вы читаете. Он встал, и иногда спрашивает, «Можешь ты прочитать вот этот стих?» И он прочитал Зизайя. И теперь это записано в Луке, 4 глава, 18 и 19 стих. Иисус пришел и сказал, «Дух Господний на мне, ибо Он помазал меня». Благовествовать нищим. Это слово «благовествовать» — это по-гречески «евангелизировать». Он призвал меня благовествовать. Это евангелизация. «Благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, степым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Лето Господне благоприятное. В Старом Завете, это может быть год юбилея, или седьмой год, где все долги были прощены, и рабы были отпущены. Мы любим провозглашать это людям, потому что Бог прощает долги, аминь, и освобождает людей. В Новом Завете Иисус дает нам тот же самый Дух. Это Духом благословенная церковь, аминь. Дух Святой двигается в этой церкви. «Почему Дух Святой сходит в нас? Дух Святой сойдет на вас, и вы будете моими учениками. Дух Святой, Дух Господень на мне, потому что Он дал мне все необходимое, чтобы сделать это. Каждый верующий призван быть посланником, давать добрую весть потерянным людям, которые отделены от Бога. Это не чтобы просто купить больше здания, но один за другим. Это привести потерянных людей в Царствие Божие. Иисус пришел, чтобы найти потерянных. Это Его была миссия. И вот Его помазание. Поэтому послание, которое Иисус дал церкви, оно включало несколько вещей. И великое поручение от Матфея, 28 глава, это самое знаменитое место насчет этого. Но я бы хотел еще немножко сказать насчет этого, потому что Иисус, между Своего воскресенья и ухождения на небо, Он дал много заповедей Своим ученикам. 28 глава Матфея, это одно из этих, это то, что записал Матфей, но Он еще другие им вызовы давал. И когда мы все вместе это складываем, мы видим чуть больше того, что Иисус сказал церкви делать. Если мы посмотрим на все эти Евангелия, Марк, Матфей, Лука, Иоанн, мы чуть другой список получаем того, к чему мы призваны. Мы все призваны проповедовать всему миру всякой тварей. Я не знаю, насколько это прям надо буквально брать. Есть твари, которым я не проповедую. Например, коты. Я не люблю котов. Моя жена любит, и это был мой компромисс, чтобы она осталась со мной. Или я, или кот. Поэтому у нас есть кот с нами. Я хотел остаться. Но я не проповедовал Евангелие им. Я бы не проповедовал, но мы должны, все твари должны проповедовать. Я верю, что это каждому человеку. И пока каждый человек не будет проповедован Евангелие, у нас есть великое поручение. Потом есть другое, что Он нам говорил. Он просил нас быть свидетелями до конца земли. Это и до верха, до низа, до того места, и до того места. До края земли. В их культуре край земли был, это вот, был рог Африки, потому что их бы туда довела земля, и все. Но кто-то еще нашел несколько континентов, и мы поняли, что, оказывается, работа чуть больше. Но быть свидетелями, это значит проповедовать, быть свидетелями. Третье, это крестить тех, кто отвечает на Евангелие. Иногда мы ждем насчет этого. Мы не хотим говорить с людьми о крещении, но в Библии мы видим, что они сразу с ними говорили о крещении. Когда они каялись, следующий шаг практически сразу было — это крещение. Мы должны крестить тех, кто отвечают на Евангелие. Следующее — это мы должны делать учеников из тех, кто покаялись. Большинство из вас, я думаю, понимаете, что когда вы спасаетесь на первый день, на второй день, вы еще несовершенные. Кто-то здесь совершен? То есть мы до сих пор еще в процессе. Мы до сих пор еще в процессе стать тем, кем мы должны быть во Христе. Мы в процессе того, чтобы мы стали совершенными. Мы в процессе, чтобы дойти до зрелости, но мы еще не там. То есть каждый в какой-то грани находится в ученичестве, и часть нашей задачи — это взять людей, которые не понимают о Боге, не понимают о Царстве Божьем, и о Церкви, и как она работает, и привести их в другой уровень, где мы дали им то, что им надо, чтобы они были успешны. Мне кажется, это так важно, чтобы мы дали им то, что надо, чтобы они были успешны. Нам надо крестить их водой, крещение Духу Святым — это так важно в их жизни. Следующее, он сказал, принести им исцеление и освобождение тем, кто нуждается в этом. Когда он послал своих учеников по двое, он сказал, я хочу, чтобы проповедовали, я хочу, чтобы исцеляли больных и изгоняли бесов. Это часть вашей миссии и поручения. И Марк пишет, что эти знаки будут следовать за теми, кто следует за мной. Они будут ложить руки на больных, и они исцелятся. Часть нашего поручения — это исцелять не только даже физическое исцеление, но и разные исцеления, которые нуждаются в обществе. У нас есть ответы. Аминь. Как верующий, у тебя есть ответы. Тебе не надо быть испуганным проблемой, потому что у нас не только ответы, у нас сверхъестественные ответы. Аминь. И следующее, что он сказал им сделать, это научить тех, которые покаялись, в повиновение всего, чего Бог заповедовал. Он послал их наблюдать за всем. Там очень много есть. Он сказал, повинуйтесь тому, что я вам заповедовал. И мы можем открыть Евангелие от Иоанна в 21 главе, где Иисус говорит с Петром, «Петр, ты любишь меня?» «Да». «Корми моих овец». «Заботься о моих овец». «Заботься о моих людей». То есть, поручение – это проповедовать, евангелизировать, быть свидетелем, крестить, исцелять, изгонять, учить и быть пастырями. Это поручение всем дано нам. Я понимаю, что кто-то будет лучше в одном, чем в другом, но мы должны посмотреть, какую сферу влияния Господь дал нам и в вашей сфере влияния, в вашей семье, в вашей работе, в вашем течении жизни, с людьми, с которыми вы встречаетесь. Вот поручение вам, которое Бог дал вам. То есть, кто такой евангелист? Это тот, кто проповедует, свидетельствует, крестит, делает учеников и так далее. Кто такой евангелист? Это следующий шаг. Быть евангелистом – это призвание на каждого верующего, потому что цель каждого верующего – это завоевать потерянных. Цель каждого верующего – это найти и спасти то, что потеряно. Вот к чему призван каждый верующий. Каждый верующий призван быть светом. Быть светом. Иисус сказал от Матфея, в 5 главе, 14 по 16, Он сказал, «Вы свет миру. Город, стоящий на горе, не может спрятаться, и никто не сжигает свет и не ставит под корзину, но ставит, чтобы она сияла всем. Да сияет ваш свет так, чтобы они видели ваши добрые дела и проставили вашего небесного Отца». Бог хочет поставить тебя и меня. Хочет поставить нас не спрятать где-то. Но почему Бог тебя повышает на работе? Потому что Он хочет тебя поставить, показать. Почему Он тебя там или там поставил? Потому что Он хочет показать тебя. Почему Он дал тебе таланты, которые ты имеешь, чтобы успевать? Потому что Он хочет тебя поставить так. Он хочет, чтобы твой свет видел человек. Иногда мы закрываем этот свет. Мы прикрываем его из страха по разным причинам. Но Бог говорит, дай ему светить. Дай ему светить. То есть часть этого — это просто быть светом. Второе, что Иисус сказал нам быть, — это быть солью. Ты есть соль земли. Соль земли. Мы не используем соль так, как они раньше использовали. Но мы используем соль, чтобы улучшить вкус еды. И мы можем просто на это даже посмотреть. Но у соли и исцеляющие силы. Но давайте возьмем то, что соль добавляет вкус в еды. И поэтому так много соли сыпят на еду в ресторанах, на еду, которую мы покупаем в магазинах, потому что они хотят, чтобы ты больше купил. Что-то есть в соли, что улучшает вкус. Мне кажется, христиане должны улучшать вкус. Библия говорит, что вы — соль земли. Но если соль потеряет свой вкус, как его используют? Оно теперь негодное, чтобы ее просто кинуть под ноги человека. Если соль теряет свою емкость исполнять то, что оно должно сделать, она негодная. Это как и христиане. Христиане иногда теряют свою цель, и они стают бесполезны. Мне все равно, если ваши родители сказали, что вы без ничего, ну, вы негодны. Вы годны. Соль вообще можно долго держать, и она до сих пор имеет свой вкус. Но если слишком близко она к земле, или она коснулась землю, она теряет эту возможность. И если мы подумаем о своей естественной жизни как верующие, если мы живем слишком близко к земным вещам, или к путям земли, мы начинаем терять свой вкус, терять свое отличие. Одно из первых вещей, что Петр сказал в день 50, он сказал, «Я хочу, чтобы вы покаялись, крестились». И многими словами он говорил им, «Будьте отделены от этого плохого поколения». Какая самая критика к христианам? Все говорят, «Ну, он говорит, что он христианин, ходит в церковь, но он, как все остальные, он выходит и пьет, как все остальные, он идет и делает то, что мы делаем. Я не вижу никакого отвлечения. Он до сих пор матерится, когда ударяет свой палец». Нет разницы. То есть люди не видят разницы. Часть того, что мы соль, мы должны быть другими. Некоторые более другие, чем другие. Я это понимаю. Посмотри на Джорджа. Не, не берите его. Мне он нравится вот там. Но то, что я говорю, это факт, что мы другие, это хорошо. Мы не хотим быть наглыми, мы не хотим быть гордыми, но с другой стороны, у нас есть ответы. Что соль тебя оставляет делать, если ты слишком много соли съешь? Ты начинаешь жаждать. Если ты соль, и ты влияешь на людей жизни, и что они происходят? Они начинают жаждать. Жаждать то, что ты имеешь. Они жаждут то, что я имею. Потом Иисус сказал, что мы должны быть свидетелями. Он сказал, что вы получите силу, когда Дух Святой сойдет на вас, и вы будете свидетелем мне в Иерусалиме, в Иудее, в Самаре и до конца земли. Что такое свидетель? Вам не надо много знать, чтобы быть свидетелем. Люди говорят, мы хотим, чтобы вы пришли и были свидетелями вот в таком суду. Почему? Потому что нам кажется, что ты что-то знаешь. Ты что-то видел. Что вы хотите, чтобы я говорил, мне что, надо книги читать? Нет. Просто скажи, что ты слыхал, и скажи, что ты видал. Это и есть свидетель. Тот, кто говорит, свидетельствует тому, что он видел и слышал. Иоанн в своем Писании говорит, что мы видали его и держали его в своих руках. Иногда мы думаем, что дать свое свидетельство, нам надо знать всю Библию в полноте. Это неплохо, но, честно сказать, может даже не изменить ничего для вас. Нам надо учиться, надо пройти библиотскую школу, быть красивыми, и все такое. Нет, быть свидетелем, это просто рассказать людям то, что ты видел, и то, что ты слышал. То есть, твое переживание. Что ты пережил? Ну, они сказали слепому, каким именем тебя исцелил? Он говорит, я не знаю, но все, что могу сказать, что когда-то я был слеп, а теперь я вижу. Вы сами решайте, исцелен я или нет. Действительно, он родился слепым или он просто притворял? Да, он 40 лет так притворялся, и теперь он вышел из своей слепоты. Нет, он говорит, когда-то я был слеп, а теперь я вижу. Это и есть свидетель. Также мы призваны быть служителями восстановления. 2 Коринфянам 8,9 говорит, все от Бога, который примирил нас к Господу и дал нам, и твой сестер говорит, это ты, он дал нам служение восстановления, служение примирения. Бог во Христе примирил мир к себе, не предав им их грехи, и дал нам слово примирения. Какая у нас задача? Примиритель — это тот, который берет две части, которые не согласны, и возвращает их вместе друг к другу. У нас здесь Бог, у нас ты здесь, который есть дитё Божие, и вот люди, которые еще не рождены из царства. И как примиритель, ты должен помочь примирить этого человека назад к Богу. Бог не будет слишком сюда много идти, чтобы обеспечить грешника, но мы поможем привести грешника к Богу. Это его правильное место. Интересно то, что когда это происходит, великая радость не только на небе, но и с человеком, которого примирили. примирить человека — это привести его назад в отношение с тем, чем Бог хочет, чтобы они сделали. Они могут бежать к Богу. Мы также призваны быть представителями Христа. 2 Коринфянам 5,20. Итак, мы посланники от имени Христа. И как бы сам Бог вещевает через нас от имени Христова. Просим, примиритесь с Богом. Посланник — это представитель, это тот, кто показывает человеку, которого послали. То есть, если у вас есть посол Соединенных Штатов или с другой страны, когда они говорят, они должны преподнести то, что представляет та страна. То есть, Бог говорит, я хочу, чтобы вы были мои посланники. Вы будете представлять меня. Я здесь на небе, вы там на земле. Я хочу, чтобы вы шли к вашему народу. Я хочу, чтобы вы представили меня, мое царство, как оно функционирует, как оно работает. Я хочу, чтобы вы представили меня другими. Когда вы это делаете, я хочу, чтобы вы умоляли их, чтобы они примирились с Богом. То есть, посланник — это представитель с авторитетом. Бог говорит, вы мои представители с авторитетом. Когда вы понимаете, что вы представители с авторитетом, может быть, в бизнесе, и они говорят, вы наш представитель, ты представитель вот в такой части. Знаешь, когда ты выходишь, и ты говоришь с людьми, и они спрашивают тебе вопрос, что ты отвечаешь? Ты отвечаешь так, как твоя корпорация научила тебя ответить. Потому что ты не себя представляешь в тот момент, но ты представляешь ту компанию. Ты представляешь твоего начальника. Наш начальник Иисус. Он сказал, я хочу, чтобы вы были мои представители. Подумайте о том, что я бы сказал, посмотри на твой браслет. Что бы Иисус сказал или сделал? Почему? Потому что мы его представители. И когда люди смотрят на нас, они должны увидеть того человека. Многие годы назад Кэббл в хай-скуле и был частью Соединенных Наций группы. Я забыл, как это называлось. Model United Nations. У них разные студенты, которым дали быть частью какой-то страны, и они должны были представлять эту страну. Это как бы, ну, представлять, мы притворяемся, как будто это настоящее. Я был Эквадор. Я не хороший испанский, говорил, но я был Эквадор. Что я сделал? Я изучил Эквадор, изучил государство Эквадора, изучил все веры Эквадора, историю, политику. Чтобы когда у нас были эти встречи с Соединенных Наций, с разными этими людьми, когда голоса поднимались, я не голосовал, как я хотел, но я должен был голосовать так, как я думал, Эквадор бы голосовал. И мы пытались играть роли Соединенных Наций, Объединенных Наций. И я был представителем Эквадора, но мы представители Иисуса Христа. Мы представители Царства Божьего. И когда люди спрашивают нас вопросы, мы должны подумать, а как бы, чтобы Бог ответил на это? Что бы Иисус сказал бы на это? Я Его представитель, я Его агент здесь, в этом месте. Когда люди говорят со мной, они должны познавать больше о Боге через то, как я говорю, как я веду себя, как я решаю. Мы должны быть представителями Иисуса. Мы также призваны быть переносителем Божьей сверхъестественной силы. Вы положите руки на больных, они исцелятся, вы будете изгонять бесов. Эти знамения будут следовать верующим. Многие верующие следуют за знамениями, а знамения должны следовать за верующими. Каждый из нас... Бог может использовать нас так. Иногда мы не смелы в этом. Мы не знаем, что нам дал авторитет Царь и Бог Богов. Нам дал авторизацию Господь, который послал нас, чтобы исцелять людей, чтобы делать это в Его имени. В Мое имя вы будете делать это. Что это значит, с моим авторитетом? Иногда мы очень испуганы, когда мы молимся за больных или бесов. Но Библия говорит нам, что мы можем с авторитетом походить, потому что Бог нам дал это, чтобы это делать. Мы также сеятели и поливатели семя. Нам надо это понимать. Слишком часто, когда мы делимся Евангелием с людьми, мы как-то ищем что-то добавить себе на ремень. О, еще один спасся. О, еще один спасся. О, еще один спасся. Мы не даем много отчета людям, которые садят, которые поливают. Библия говорит, что некоторые садят, другие поливают, а Бог дает добавку. Иногда люди приходят к Богу в первый раз, когда они что-то услыхали о Нем. Библия Грэм раньше изучал это и сказали, что берет где-то семь раз услышать о Евангелии, чтобы кто-то ответил на это. Это не все так происходит. Иногда и за первый раз, потому что что-то происходит в их жизни. Но когда вы смотрите, люди говорят, о, но пять лет назад моя тетя молилась за меня. Такой молитвой. Я ее никогда не забыл. И тот, я познакомился на работе, и у меня было трудно, и он говорит, о, что тебе надо, это Иисус. И потом этот человек здесь сказал то и вот это. И наконец-то кто-то пожал, вы наконец-то пожали жатву, которую, может, вы даже не посадили, вы не поливали, но вы пожали. Иногда мы только празднуем жатву, а не посаждение и не поливание. Но действительно, садить и поливать настолько же важно. Иногда мы говорим, люди говорят, о, я привел этого человека к Господу. А, действительно? А может, это была серия каких-то вещей, а ты просто закончил это дело. Но не бери слишком много в себе значения в этом. Кто-то посадил это семя, кто-то молился за это семя, кто-то поливал его. И иногда люди приходят, вот, например, как Билли Грэм и на Круссейд. Они просили людей привезти людей. И эти люди, которые уже получили Евангелие от многих, когда люди приходят на Круссейд Билли Грэм, вы что думаете, они не знают, что случится? О, интересно, что здесь произойдет. Билли Грэм был достаточно знаменитым. Интересно, вызовут они к алтарю? Нет. Они знают. Потому что у них уже кто-то это им открыл. Если нет, то они могут посмотреть на Гугл. О, у Билли Грэма всегда призыв к алтарю. И всегда они поют такое, как я есть. И вот так вот они делают. Это как часы. Он всегда говорит одно и то же. И внезапно люди выходят. Почему? Потому что они готовы. Кто-то посадил это семя. Кто-то другой палил это семя. И он может получить, как бы, премию за это. Но реальность в том, что все те люди по пути делятся в том, что произошло. Это как машина, которая выходит из фабрики. И последний, кто коснулся. О, я только что еще одну машину закончил. А что ты сделал? Я помыл стекла. И положил на нее воск. А насчет того, кто колеса одел. Там есть целый процесс людей, которые могли взять бы за это премию, за это переживание. Иногда нам надо понимать, что есть и насаждение, и поливание. И мы можем быть частью этого. Даже если мы не видим весь плод. И когда плод приходит, мы можем порадоваться с ними. И к чему еще нас призвано? Это что мы должны быть ловцами человека. Иисус не был политически правильным. Ему надо было сказать и мужчин, и женщин. Но он говорил о человечестве. Он говорил о человеке, когда он это говорил. И Марк 1, 16-18, когда он шел около моря Галилея, он увидал и Андрея. И они закидывали сети, потому что они это делали. Когда я что-то кидаю в море, я просто сдаюсь уже. И он сказал им, следуйте за Мною. Я сделаю вас ловцами человека. Они оставили свои сети и пошли за ним. Я хочу, чтобы вы были ловцами человеков. Но ловля — это спорт, где ты должен на нападение идти. Это агрессивно. Ты должен идти на рыбалку. Большинство из нас никогда не сломит рыбу у себя во дворе. Только если у тебя есть пруд, может быть. Куда ты идешь? Я еду на рыбалку. Я иду туда, где рыба находится. О, молодец. Если будешь ловить рыбу, тебе надо это делать. Я иногда слышу, как люди говорят, знаешь, я изменю работу. Почему? Потому что нет христиан у меня на работе. Все, что они делают, это играют рок-музыку. И меня это раздражает. Меня просто критикуют постоянно. Я говорю, а почему ты уходишь? Я хочу пойти туда, где христиане. Подожди. Бог же тебя призвал быть ловцом у человека. Кто-то уже словил ту рыбу. Они уже не в тебе. Иди свою рыбу лови. Мне кажется, нам надо быть больше такими. Знаешь, что? Кажется, все здесь христиане. Я, наверное, пойду другую работу найду. Где много неверующих. Чтобы я зашел в дыру рыбы, где я много могу словить. Это пойти, например, к яблони, и уже все здесь сняли яблоки, и ты говоришь, а, я буду стоять вот около этого яблони. Нет, посмотри на то дерево, там полно яблок. А ты будешь с этой маленькой обдертой брать? Нет. Иди, найди сочные. Нам надо изменить своем мышлении, когда мы говорим о таких вещах. Это на нападение надо идти. Одно из тех, что трудно для меня было, я так много лет уже работал на церквах, я и красил дома иногда за годы. Но большинство из моей взрослой жизни я работал на церквах. И я не перетираюсь плечами с неверующими, которые имеют простые работы. Поэтому мне приходится работать, найти этих неверующих людей намного больше в жизни. Но когда мы хотим быть ловцами человеков, нам надо идти где рыба. Также вам надо использовать правильную сеть. Я научился то, что ты можешь хотеть рыбачить. Кто-то мне говорит, ты любишь рыбачить? Я говорю, нет, я люблю ловить. Я люблю рыбачить с ловлей. Я научился то, что есть люди, которые, когда ты ничего не ловишь, они все равно ловят. Почему? Потому что у них правильная наживка. Ты говоришь, а ты что используешь на наживку? Они тебе говорят, ты боишься. Потому что тебе надо такое сделать с червяком. Не. Но они что-то делают, что ты не делаешь. Поэтому мы учимся от людей, которые успешны в этом. Я уверен, я не знаю, вашу церковь нам так хорошо, но иногда у вас ячейки, может, у вас какой-то план ученичества, который оказался эффективным тому. Используйте правильную сеть. И чтобы привезти эту рыбу домой, вам надо привезти ее в лодку. И лодка является церковью. Пока кто-то не утвержден в поместной церкви и не в отношении с другими, они еще не закончены в процессе евангелизации. Я с ним уже помолился, молитвы покаяния. Ну и что, они даже не знают, что такое значит. Они даже не знают, что произошло. Иногда мы говорим, он пришел к Господу. Действительно? Действительно она пришла? Мы не знаем, что произошло. Эмоционально, да. Они вышли к алтару, да, кто-то с ними молился. А что потом? Они еще сушат? Нет, они ушли назад и упали. А почему? Мы не закончили это христианское рождение. Это процесс. Следующий вопрос. Как мне быть евангелистом? Как мне быть евангелистом? Когда мы говорим о евангелизации, мы часто сфокусируемся на том, что я не умею. А, я вот это не умею, я вот это не умею. И мы сосредотачиваемся на это, и это парализует нас. Но истина в том, мы должны сфокусироваться на то, что мы можем делать, а не не можем. Часто мы фокусируемся на том, что не сможет случиться, что не может. И точно так же, вместе с евангелизацией, есть некоторая вещь, которую мы все можем сделать. Это не берет много, чтобы это сделать. Но это все прекрасно и важно. Первое, что я могу сделать, это я могу молиться. Поэтому я прошу, чтобы молитвы были сделаны за всех. Он это просто говорил, потому что это что-то, что оставит тебя на коленях, или он говорил нам это делать, потому что это имеет силу. Молитва имеет силу. Если не что-то другого, пожалуйста, молись за людей, которые на твоем сердце. И когда ты молишься за других, ты делаешь вклад в них. И когда ты видишь этого человека, ты знаешь, что ты о нем молишься, ты начинаешь смотреть то, что поможет тебе молиться лучше за него. Но это также связывает тебя с этим человеком. А о чем мы молимся? Вот о чем вы можете молиться. Вы можете молиться о сердце любви для потерянных. Нам надо иметь такое же сердце, как у Иисуса для потерянных. Некоторые из нас не имеем это. Некоторые из нас увидим потерянного человека, и вы даже не можете понять, если они верующие. Но часто мы видим. Мы смотрим, человек не смотрится как мы, не пахнет как мы. И у нас тенденция избежать этих людей. Они потерянные. Я рад, что Иисус так не делает. Нам надо иметь сострадание. Нам надо любить потерянных так, как Иисус любил. И молиться, говорит, Господь, дай мне сердце любви и сострадания для людей. И мы можем молиться за особенно потерянных людей. Сделай список за людей, которых ты особенно молишься. Какая радость иногда проверять этот список и увидеть, «О, вот этот человек уже пришел к Господу». Интересно, если моя молитва повлияла на это. Это и есть поливание. Это и есть насаждение. Да, это как раз и повлияло. Видите, это держит эти вещи на нашем разуме, в нашем сердце. Мы можем молиться, чтобы двери возможностей открылись. Господь, дай мне правильную возможность в этой жизни этого человека. Знаете, когда вы не ищете этого, вы и не увидите. Но когда вы ожидаете, вы думаете, «О, это может быть и есть этот момент». Внезапно они вот так или так говорят. Я один раз продавал машину. Старший человек, ну, может, младше меня был, наверное. Мне надо изменить, как я говорил. Человек постарше заинтересовался машиной. Мы ехали домой, и я говорю, «Слушай, я видел, что он, может, не верующий. Я говорю, «А ты когда-нибудь думал, что произойдет, когда ты умрешь?» Он говорит, да, я уже в годах, я намного больше об этом начал думать, чем раньше». А я говорю, «А что ты думаешь произойдет?» Мы начали говорить, была дверь возможностей. И на следующий выходной он уже сидел в церкви около меня, потому что он хотел увидеть. Я сказал, «Есть ответы? насчет того, что происходит после смерти». И он сидел около меня в следующее воскресенье. Я позвонил, сказал, «Ты приедешь?» Он говорит, «Да, я там буду». И он был. Но эти возможности приходят постоянно. Колоссянам 4, 3, 14. И написано, «И молитесь за нас, чтобы Господь открыл двери для нашего послания. чтобы мы провозглашали это, как должно мне возвещать». Павел, он был в темнице за проповедью, и он просит, чтобы Бог помог ему проповедовать больше. Я уже попал в проблему, но я хочу еще больше проблемы. Поэтому помоги мне быть смелым и оставаться смелее. Поэтому мы будем молиться о дверях возможностей. Еще мы можем молиться, чтобы глаза наши видели эти возможности. мы должны спросить Бога, «Бог, дай мне глаза видеть так, как ты видишь». Когда ты входишь в ситуацию, ты можешь пересмотреть это. Ты видел вещи, которые другие не видели. Господь, помоги мне увидеть людей, которых ты хочешь любить. Иоанна 4, 3, 3, 4. Не говорите, что еще есть месяца, и потом будет жатва. Посмотрите на Нивы. Они уже спелые. И мы можем молиться о смелости, чтобы говорить, когда приходит эта возможность. Иногда мы видим возможность. Иногда мы видим нужду. Но выйти и действительно открыть свои уста. Иногда мы можем что-то тихонько сказать там. Но иногда нам просто надо выйти. Я был около кассира, и у женщины такая была, типа полугипса на руке. И я говорю, «А что случилось в той руке?» «А, у меня карпал туннел болит». Я говорю, «Я бы хотел помолиться за это. Я знаю кого-то, кто может исцелить это. Нормально, если я помолюсь с тобой?» на руке. Я помолился за нее. Я помолился за нее. Поверил, что Бог даст какое-то пророческое слово в разум, что я мог бы дать в эту молитву. И пока мы закончили молитву, слезы текли в ней по руке, по слезам, по щекам, потому что Бог сказал что-то ей через меня. Она не была верующей, и я не молился, молитва покаяния, она работала, на работе, но Бог коснулся ее. Это часть насаждения, часть поливания. Нам не всегда надо закончить. Мы не знаем, каким мы шагом являемся в этом процессе. И очень много верующих вокруг нас, которые делают то же самое. И многие люди придут ко Христу. И мы будем молиться о мудрости в своем свидетельстве. Многие люди испугали людей от Евангелия, потому что они настолько себя так ведут. Мы не хотим отталкивать людей. Есть что-то во кресте и в послании креста, что может обидеть людей. Но также что-то в нас может обидеть людей. Это обида креста или обида человека? Если крест их просто обижает, это нормально. На этом даже можно строить. Но если мы их обижаем, потому что мы огорчаем людей, мы слишком наглые, плохо себя ведем, это наша обида. И вы наоборот отталкиваете людей от спасения. Поэтому молитесь о мудрости. Я вижу ситуацию. Вот дверь возможностей. Вот человек в нежде. теперь, как мне самое лучшее подойти к этому? Может быть, это подойти к ним, тихонько сказать, или может, попросить их, попросить себя согласно выслушать. Но мудрость это понять, как использовать знание, которое мы имеем. Знание это хорошо, и нам надо мудрость. Знание это то, что мы понимаем, что мы раньше не знали, а мудрость это взять это знание и использовать это так, что будет эффективно. Поэтому и все знание и мудрость приходят сверху. И мы будем молиться о креативности в нашем свидетельстве. мне кажется, Бог сотворил Фейсбук по причине. Я знаю, что некоторые люди думают, что они это сделали, но Бог все знал до того, как они знали. И Он дал им открыть это. И Он помог им сделать интернет. Если Павел жив сегодня был, он бы использовал эти вещи. Давайте возьмем нашу креативность, наше творчество, давайте сделаем YouTube videos и выйдем на Инстаграм даже разные эти вещи и принесем Евангелие в формате креативном, где люди возьмут это. Это как наживка. О, вот что-то сверкающее. Дай еще чуть подольше потом послушаю. Мы тебя только что засосали и взяли тебе крючок в рот положили и мы словили еще одну рыбу. Используйте все инструменты. И так же мы должны молиться о чувствовании Духа Святого. Дух Святой будет вести нас. Бог больше заинтересован в том, чтобы спасти людей, чем ты или я. Поэтому, когда мы прислушиваемся Духу Святому, Он будет толкать нас, наталкивать нас. Вы все это переживали. Мы не всегда на это отвечаем, но мы все испытывали это. Ты чувствуешь, а, может, мне надо пойти поговорить с тем человеком. У меня 150 извинений, почему мне это не сделать? Но если это был Дух Святой, то есть хорошее извинение, почему сделать? И потом мы думаем, а почему ничего прекрасного не происходит? Когда вы следуете за голосом Духа Святого, вещи происходят. Аминь. Это одно, что я могу делать. Это молиться. Вот еще несколько вещей. Второе, я могу жить христианской жизнью открыто. Больше мы не будем христианами просто в секретных местах. И нас много. Ты думаешь, он верующий? Я не знаю. Почему ты не знаешь? Я не могу понять разницу. Он выглядит как все остальные. Не бойтесь. быть христианином. Я понимаю, что люди будут надсмехаться, но не больше, чем они надсмехались над Иисусом. Я понимаю, что люди даже могут на тебя плевать, но не больше, чем они плевали на Иисуса. Знаете, мы хотим все награды того, чтобы следовать за Иисусом, но никаких негативных вещей. Но когда вы подумаете о том, что Он перенес для нас, это очень маленькое, чтобы мы прошли это для Него. Мы не делаем это специально, мы просто живем своей христианской жизнью. Третье, я могу любить людей и покрывать нужды. У кого-то здесь есть нужда, а я люблю быть доброходным. Я бы хотел быть более богатым, чтобы я еще был доброходным. Я люблю давать вещи людям, которые нуждаются. Если ты входишь в позицию, где ты видишь нужду, есть книга, которая была написана несколько лет назад, Стив Щегли написал «Воинство слуги». И Он говорил там «Увидь нужду и позаботься об этом. Увидь боль и исцели ее». То есть, если мы видим нужду, вот человек голодный, давай его покормим. Если у человека вот такая проблема, а я знаю, как ее решить, дай я пойду. Мы слышим, о чем-то мы идем и слушаем. Когда ты в позиции служения, то есть, омывать кому-то ноги, они намного больше согласны послушать то, что ты говоришь. Если ты участвуешь в любом бизнесе, ты можешь взять часть этого бизнеса и сказать, это будет для достижения людей. Я знал о механике, которая использовала некоторую часть своего времени, чтобы просто помочь какой-то одинокой матери, которая нуждалась в помощи. И Он говорил «Это бесплатно на мне». Кто знает, что если кто-то бесплатно ремонтирует твою машину, бесплатно, ты послушаешь, что Он говорит. Пока, если ты кому-то помогаешь в нужде, они тебя не будут обрезать. То есть, мы можем, может, ты донтист, ты говоришь, несколько, некоторая часть моей работы будет отдана за бесплатно, чтобы помочь людям. Мы не делаем это всем. Мы не рекламируем, что здесь все бесплатно. я за годы уже понял, что неправильные люди приходят в те моменты. Но мы спрашиваем Духа Святого, на кого он мне излит свою щедрость? И когда он тебе показывает, те правильные люди приходят. я могу любить людей, заботиться о нужных. Дух Святой меня ведет. Я могу научиться, как делиться Евангелием вкратце. Если вы не знаете, как это делать, поговорите с Джорджем. Он знает, как это сделать. На шести, семи языках он может поделиться с вами. Если вы не знаете, как это делать, вы можете взять следующую книгу, которая скоро будет написана, распространена. Это легко сделать. Несколько хороших мест Писаний. Вы можете научиться этому. Если ты рыбак, и ты идешь рыбачить на рыбу, и кто-то говорит, слушай, ты бы словил эту рыбу, если ты о вот этих трех вещах подумал. Большинство из нас мы испуганы тем, что мы не думаем, что мы достаточно знаем. Но в реальности это не так трудно. И последнее, почти что последнее. Я могу быть готовым дать ответ за свою веру. Когда люди тебя спрашивают вопросы о чем-то, не бойся. 1 Петра 3, 15 говорит, но в своих сердцах поставьте Христа как Господа. Всегда будьте готовы дать ответ отчет в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. То есть, назад это в кротости, это в благоговении, но когда те просят отчет, будьте готовы поделиться тем, что Бог сделал. И номер 7, я могу пригласить людей в церковь. Кто бы хотел быть Андреем, который пригласил Петра, чтобы он пришел к Иисусу? Иногда мы приводим человека ко Христу, а они идут намного дальше, чем мы бы дошли. Бог их использует. Кто-то привел Билли Грэма к Господу. Кто-то привел Петра к Господу, Андрея. Поэтому нам нельзя просто сказать, этот человек нехороший. Я видал некоторые из самых... Мы бы посчитали их самыми злыми людьми. Они приходили ко Христу и вставали одни из самых сильных служений. И некоторые из вас имеют такие свидетельства. Поэтому вы должны согласны пригласить их. если вы спросите многих людей, которые не ходят в церковь, почему они не ходят? И они говорят, ну, никто нас не просил, никто нас не приглашал. И это возвращается к этому личному отношению. и если никто не знает никого, но если кого-то вы знаете через ваши отношения в вашей жизни, и вы говорите, знаешь, у нас особая вещь в церкви, ты бы хотел со мной пойти, я бы рад забрать тебя с дома, если надо. И я сохраню тебе место, и ты можешь сидеть около меня. Они могут даже приехать. И кто знает, что может произойти. Поэтому не переживайте приглашать людей. где я, евангелист? Где я, евангелист? Где вы думаете? Везде. На работе, в школе, в магазине, в госпитале, в джиме, в ресторанах. Куда бы я ни пошел, даже как ты на отдыхе, кто знает, что можно делиться Иисусом? Не отдых от христианства. Поэтому когда вы едете на крусть, это не отдых от христианства. Нет отдыха на это. Бог не просит, чтобы вы просто ничто не делали, кроме евангелизации. Когда я был помоложе, я был молодежным пастором в Кенсисе. и мы ходили на улицу и евангелизировали. И люди даже преклоняли колени на дорогах, принимали Христа. И этим путем очень трудно евангелизировать. ты их не знаешь, они тебя не знают. Они иногда говорят да, чтобы ты просто отстал от них. Но у нас всех есть место, какая-то сфера, где мы живем. И эта сфера начинается с наших родственников. И это люди, которые в нашей жизни. Иногда хорошо ходить на ту же самую заправку ездить. Иногда это хорошо ездить. Я помню, один пастор, он жил вот там, он начинал церковь вот здесь, в Орган-Сири. Я сказал, я знаю, что ты это делаешь. Я говорю, ты берешь команду с собой, и никто из них не живет в Орган-Сири. Это будет трудно евангелизировать. Потому что людей, с кем ты встречаешься ежедневно, они не поедут 30 минут, чтобы пойти в церковь на первый день. Это слишком большое... я сказал команде, если вы действительно хотите вот это сделать, найти потерянных, тогда вы должны там теперь скупляться, в этом обществе, чтобы вы знакомились с людьми там, в том обществе. Поэтому людей, с кем вы встречаетесь неделю за неделей, эти люди наверняка ответят вам, если когда-то вы пригласите их что-то сделать. Поэтому в ресторанах будьте самым лучшим клиентом, чтобы они говорили, надеюсь, вот тот будет со мной опять кушать. Хорошо давать типы. Я не люблю чаевые тоже, особенно когда до 20% доходят. Мне не нравится. но с другой стороны, я не хочу, чтобы когда я зашел в ресторан, чтобы люди не боролись с тем, чтобы они не служили мне. Нет, я бы хотел, чтобы они боролись, чтобы наоборот наш стол обслуживать, потому что мы о них позаботимся. То есть это так мы ложим фундамент. И потом приходит время. Я был в ресторане однажды и официант, которого мы знали, официант, он служил нам и молодой парень, его звали Тед. И Тед не был самым лучшим официантом в мире, дайте вам так скажу. Он был молодой и молодые девушки чаще лучше официанты. Но он старался. В один день он был хуже, чем всегда. и иногда ты можешь что-то сказать ему. Я тянул и говорю, Тед, что-то не так. Ты никак. Ты не такой, как всегда в ошибках. И он начал рыдать. Он говорит, Тед, вот это произошло, то и то произошло. Я говорю, Тед, я бы хотел за тебя помолиться. И я еще не успел что-то сказать. он встал на колени прямо в ресторане. Я не просил его вставать на колени, но мы молились за него. И все знали. И этот парень был в проблеме. Он нуждался, он видел нас раньше. И он почувствовал себя достаточно комфортабельно, что он сделал то, что он сделал. То есть, куда мы не пошли, нет разницы. когда я еду в госпиталь, я всегда стараюсь узнать, кто еще вот рядом. Я был в госпитале, молился с человеком, и знаете, есть шторка, и кто-то говорит, Эй, пастор, а за меня тоже можешь помолиться? Конечно. Да, я рад за тебя помолиться. То есть, куда бы мы ни пошли, как вы видите, нам не надо какое-то особенное путешествие делать, чтобы проповедить Евангелие. Пока место едешь, запомни, кто ты. Я представитель Иисуса, я посланник, и я принесу его в эту ситуацию. А когда евангелист? Следующий вопрос. Каждый верующий евангелист с того момента, когда они спасаются. И самые лучшие евангелисты иногда, это люди, которые только что спаслись, потому что они имеют много неспасенных друзей, которые заметят, большую перемену в их жизни. И они будут мыслью, что происходит. Вам не надо ждать, чтобы пройти и стать членами церкви, чтобы ваша жизнь уже полностью была совершенна. Иногда мы думаем, о, пока вместе я не стану совершенным, я не буду евангелизировать. Но тогда не будет свидетелей вообще. Никто из нас еще несовершенный. Вы все уже признались в этом. люди говорят, я не могу быть свидетелем, пока я не познаю Библию, я еще не готов. Поверь мне, ты дышишь? Кто-то здесь дышит? Значит, ты готов. не можешь сказать то, что ты сам не понимаешь, но ты можешь им рассказать то, что ты видел, слышал, и как Иисус Христос изменил твою жизнь. И если вы не знаете, что сказать Джорджу может помочь на шести-семи языков, поэтому выбирайте. Джордж, извини, ты просто хорошее лицо сидишь передо мной. Вы всегда можете рассказать то, что вы слышали и видели. Вы евангелист сейчас, сейчас. Аминь, кто здесь что-то получил? Пожалуйста, встаньте, и мы будем молиться. Я хочу послать вас как постников Иисуса Христа. Я хочу послать вас как евангелистов. Аминь. Как тот, кто делится благою вестью. Кто-то здесь имеет благою весть? Слава Богу. Господь, я благодарю Тебя за эту группу, которая здесь. Господь, я благодарю Тебя, что Ты призвал нас к Себе. Ты отделил нас в Евангелии. Господь, я благодарю Тебя, что Дух Святой является силой Божьей. Я благодарю Тебя, что Ты помазал нас и призвал нас быть свидетелем, быть одним из Твоих постников и найти людей для Тебя, Господь. Дай нам Твою страсть для людей, которые не знают Тебя. дай нам глаза видеть, когда они стоят перед нами. Дай нам мудрость познать, как достичь этих людей, как сильных рыбаков. Если мы слишком близко живем к земле и соль потеряла какой-то вкус, мы просим прости нас, Господь. Мы живем ниже своего призвания. мы просим помоги нам приди на другой уровень. Господь, чтобы мы сделали перемену в жизнях людей, чтобы мы привели людей на высший уровень, мы можем привезти их назад Тебе. Господь, Ты ждешь так многих, чтобы они пришли к Тебе, за которых Ты умер. Господь, мы просим, чтобы Ты дал сердца, чтобы мы видели их, смелость достичь их и мудрость познать, что делать в каждой ситуации. Сегодня я посылаю этих людей как евангелистов, как посланников. Мы получаем это сегодня во имя Иисуса. Иисуса.